Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля. Сегодня мы вместе с вами будем говорить о бибикреме бренда Bourjois. Этот бибикрем из серии Healthy Mix, точно из такой же серии у Bourjois, есть еще и тональные средства. Это может быть тон в новой версии или в старой версии, у меня сейчас в руках новая. И эти тона являются, наверное, одними из моих самых любимых бюджетных средств, потому что они не дают эффект блинчика, но они также и не матируют наглухо кожу, они не подчеркивают шелушение, они не западают в поры, и в общем этот тон просто хорошо выглядит, выглядит как вторая натуральная красивая живая кожа. За это, в общем-то, я его и люблю. И сегодня я вам предлагаю выяснить, настолько ли хорош бибикрем из этой серии, как и, в общем-то, тональное средство или нет. Сначала мы с вами посмотрим на первое впечатление, где я буду наносить этот бибикрем при помощи кисти и при помощи спонжа, а потом в течение недели я буду тестировать этот бибик и вернусь к вам с финальным обзором. Так что, если тебе интересно, то обязательно продолжай смотреть это видео, а мы поехали! Давайте с вами посмотрим на оттенок. Вот такой вот светлый у нас бибикрем и наносим сейчас его, давайте, кистью для начала. Ну, кстати, мне кажется, что не так уж и светленько получается, но это, скорее всего, потому, что данный бибикрем все же чуть-чуть подстраивается под цвет кожи. Но при этом все же он, конечно, белит. Вот если сравнивать шею и лицо, видно, что этот оттенок сейчас не совсем мой. Но выравнивает тон, кстати, неплохо. Единственное, что я пока что нанесла в один слой, и я вижу вот здесь вот неровность кожи, но в целом в остальном тон выровнен. Итак, я нанесла вот на эту сторону, получается, кистью, и в целом покрытие мне нравится. Только, как я уже сказала, общий тон выровнен, но какие-то недостатки все равно видны. И я все-таки вижу этот бибикрем на лице. Лично у меня он запал в поры вот здесь. Ну, не только на самом деле вот здесь. Я везде его вижу, вижу его в порах и вижу на лбу. Но должна отдать должному этому бибикрему. После отпуска у меня кожа более сухая, чем обычно, от воздействия солнца, моря и всего прочего. Так что, ну, не знаю. На мой взгляд, это плохая договорка, потому что любой тональный крем должен ложиться хорошо, вне зависимости от того, сухая у вас кожа или же жирная, или любая другая. Так, дальше давайте с вами наносить на эту сторону уже другим способом. И будем наносить, конечно же, спонжем. Музыка Итак, я нанесла бибикрем на вторую половину лица. И должна сказать то, что, пожалуй, это один из немногих бибикремов, который мне нравится при нанесении спонжем. Но у меня при этом еще и кожа сейчас в неплохом состоянии, а именно у меня нет высыпаний. Так что, на мой взгляд, спонжем нанеслось хорошо, тон выровнен. Естественно, не все идеально. Кое-где видны, конечно, различные недостатки, кое-где есть небольшие покраснения, особенно под глазами. Но в целом мне результат нравится, выглядит кожа очень живенько. Если сравнивать нанесение спонжем и кистью, расход, на мой взгляд, примерно одинаковый, но спонжем чуть-чуть побольше. И вот сейчас я смотрю на свою кожу, и я вижу, что на той стороне, где мы наносили кистью, поры, особенно вот здесь, видны просто капец как. У меня такое ощущение, что у меня вместо вот этой вот щеки просто какой-то кратер. И везде поры, 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 поры. Это смотрится, ну, скорее говоря, не очень классно. И вот здесь вот под глазами, опять-таки, после отпуска у меня очень сухая кожа. И вот здесь я вижу, как вот этот BB-крем прямо-таки подчеркну всю сухость, которая там была. Это смотрится абсолютно некрасиво, смотрится так, как будто бы у меня какой-то, я не знаю, песок на лице и какая-то страшная пигментация. В общем, пока что меня этот BB-крем не впечатлил. Дальше я буду тестировать этот BB-крем в течение недели. И, конечно же, я буду кожу хорошенько увлажнять и стараться вернуть ее в прежнее состояние. И вернусь к вам уже с финальным результатом. Итак, в течение недели я тестировала этот BB-крем и вернулась к вам с уже финальным вердиктом. Повторяюсь, у меня оттенок 01 Light. Это самый светлый оттенок из линейки. И он с розовым подтоном. Обязательно следите за подтоном, чтобы не напортачить, в общем-то, с цветом кожи. Потому что, если у вас желтый подтон, то лучше оттенок 01 не брать вообще. Лучше взять чуть-чуть потемнее. Но вот оттенок 02 с именно желтым подтоном. Само средство довольно-таки спорное. Спорное потому, что нужно следить, чем вы его наносите и на какую кожу. Объясню всю ситуацию заново. Сама по себе у меня кожа проблемная и комбинированная. То есть мне подходит практически любое средство. Потому что у меня нет как таковых ни шелушений, ни жирного блеска. И мне много что подходит. Но я недавно вернулась из отпуска. Я была на море. И, соответственно, под воздействием солнца, моря, постоянной вот этой вот смены. То у тебя кожа влажная, то она у тебя сухая. Кожа у меня стала довольно-таки сухой. И вот это средство непосредственно на сухую кожу наносилось ужасно. Просто ужасно. Этот BB-крем, особенно при нанесении кистью, западал в поры. Он там был виден. Очень-очень виден. И, конечно же, он был виден у меня на лбу на шелушениях. Поэтому, если у вас сухая кожа, то я вам этот BB-крем не рекомендую вообще. Этот BB-крем больше подойдет для девушек с комбинированной кожей или с жирной. И наносить, на мой взгляд, его лучше всего именно спонжем. Потому что, когда у меня была кожа сухая, именно нанесение спонжем более-менее спасало ситуацию. Вы не представляете, насколько трудно мне было тестировать его в течение недели, пока у меня кожа не пришла в свое нормальное состояние. Один раз мне нужно было идти на день рождения. Я накрасилась этим BB-кремом, а у меня тогда кожа все еще пребывала в сухом состоянии. И это выглядело настолько плохо, что я его стерла. Понимаете? Я его пошла смывать. Поэтому ни в коем случае не наносите его на сухую кожу кистью. Максимум спонжем. А лучше на сухую кожу не носить его вообще. Покрытие у этого средства от легкого к среднему. Если наносить это средство при помощи спонжа, то покрытие легкое. Если наносить кистью, то, соответственно, более среднее. Но при этом, кстати, можно нанести просто спонжем побольше на какую-то область этого средства. И тогда покрытие станет все же чуть-чуть поплотнее. Но это ни в коем случае не такое полноценное среднее покрытие. Да, какие-то неровности данный BB-крем перекрывает. Но, опять-таки, он поэтому столько неровностей подчеркивает, столько западает в морщинки, столько западает в поры, столько подчеркивает шелушение, что, на мой взгляд, для перекрытия недостатков он не годится от слова совсем. В общем, не могу сказать, что я рекомендую это средство. Я его не рекомендую, только если у вас жирная кожа или если у вас максимум комбинированная кожа. И если вы живете в приятном климате, не в зимнем, и у вас погода, соответственно, не зимняя, только тогда можно попробовать этот BB-крем. Во всех остальных случаях я его не рекомендую пробовать совсем. И это все, на самом деле, очень странно, особенно с учетом того, что я очень люблю вот этот вот тональный крем от Bourjois Healthy Mix, но почему-то именно BB-крем мне настолько не зашел. В общем, повторяюсь, от себя могу сказать, что мне это средство не понравилось по причинам тем, что, во-первых, подчеркивалось шелушение, во-вторых, западал в поры, в-третьих, его видно на лице и в-четвертых, потому что жирный блеск. Но, в общем, нет, ребята, 600 рублей этот BB-крем явно не стоит, его результат столько не стоит, и данный BB-крем я вам не рекомендую. А на этом все, большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!